Тофи появилась в приюте в конце апреля. На улице её с согнутой лапкой нашла женщину и отвезла в одну из ветеринарных клиник города. Там кошки диагностировали растяжение и наложили гипс. Позже Саровченко привезла Тофи в Мурдом, где она долгое время пробыла на карантине. Несколько дней волонтёры наблюдали за кошкой и приняли решение снять гипс. Потом мы заметили, что лапка так и не приходит в нормальное состояние. И, вероятнее всего, всё-таки имел место быть перелом, который неправильно сросся. К сожалению, на данный момент финансовых возможностей приюта недостаточно для того, чтобы сделать для Тофи более углублённое обследование, для того, чтобы ей делать рентген, потому что если у неё подтвердится действительно неправильно сросшийся перелом, либо проблемы с ухожилиями, здесь потребуются операции, операции дорогостоящие. Мы такими средствами не располагаем. Особенность лапки не мешает Тофи активно двигаться. Болевого синдрома нет. Кушка ласковая и контактная, очень любит детей. Что взаимно юные волонтёры буквально окружили пушистую постоялицу, когда та вернулась с карантина. Кошечка стерилизована. У неё уже имеются все вакцины, все обработки. Поэтому, если вы хотите подарить ей дом, то обязательно приходите, знакомьтесь с ней. И мы уверены, что она покорит ваше сердце. Котик с забавным именем Ёшкин кот в приюте с начала зимы. Его принесли с улицы с небольшим очагом лишая, от которого быстро избавились. Ослабленный коронавирусом иммунитет привёл к развитию инфекционного перитонита. Ёшкин кот выжил. Ветеринарам удалось вылечить все болезни. Он кастрирован, вакцинирован, обработан от всех паразитов. Ввиду перенесённого заболевания ёшкиного кота лучше, чтобы он был единственным котом в семье. То есть, как мы всегда говорим, можно к собакам, к рыбкам, к попугайчикам, к кому угодно. Но в плане кошек лучше, чтобы он был единственным котиком. А так, можете сами посмотреть, он абсолютно игручий, ласкучий, очень подвижный котик. Если у вас есть маленькие ребята, то он им подойдёт идеально, потому что он будет вместе с ними разносить вашу квартиру, вообще активно очень себя вести. И плюс, он при этом очень ласковый, он приучен к лотку, он ест сухой корм. То есть, кот сейчас на данный момент здоров и готов к переезду домой, поэтому тоже приходите с ним знакомиться, он очень классный. И мы уверены, что ёшкин кот тоже станет настоящим любимцем и членом вашей семьи. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один или пишите в группу «Приюта ВКонтакте». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.